вот такой шанс выпадает надо его использовать по максимуму то есть у меня есть шлем у меня есть заряженный наполовину скутер надо проверить что собственно произойдет если я проеду 15 километров по мощным проливным дождем со спецэффектами значит с грозой и тут ребята надо сказать что я наконец-то для себя сформулировал три самых основных проблемы с которым мы сталкиваемся с которой мы сталкиваемся когда едем в дождь так сейчас вам все три перечислю а вы напишите в комментариях обязательно согласны вы с моим мнением или нет ну или в телеграм-канале напишите что думаете об этом итак проблема номер один заключается на следующем насколько бы сильный не был дождь если вы хорошо и нормально одеты вы можете ехать под этим дождем то есть вы можете нормально ехать под дождем если у вас что-то непромокаемое и хороший шлем то есть визор можно просто протирать рукой если даже вы не одетого что-то непромокаемое но при этом не боитесь промокнуть например лето тепло объехать недалеко тут ехать можно спокойно под дождем даже очень сильно однако тут возникает проблема в что ехать вы можете только в том случае если вы на дороге один то есть его если вы двигаетесь по дороге один то все нормально встречный дождь вас так сказать обмывают очищает и вы продолжаете движение дальше но разумеется если вы двигаетесь на дороге то скорее всего будете не один и будут у вас встречные попутные автомобили и вот это самая главная проблема потому что мы даже не берем сейчас в расчет большие фуры с прицепами из магнита или монетки даже обычный легковой автомобиль и погнав вас или проехав навстречу скоростью там 40 50 километров в час поднимает просто космической создает космическую проблему в виде виде водяной взвеси и и вот всякой вот этой грязи которая летит из-под колес с этим бороться абсолютно невозможно я несколько раз уже это пробовал и на колхозники это сити кока и вот на зверь explorer я тоже этого пробовал невозможно то есть просто дождь вы можете смахнуть со шлема с визора и продолжать движение но если это грязь то первая же вторая ну максимум третья машина которая вас обгонит превращает вас просто в такую серенькую мышку то есть грязью забрызгивает абсолютно все шлем визор вы штаны и значит скутер фара становится не видно дисплей то есть вы полностью покрываетесь слоем грязи и дальше уехать не можете потому что вы только размазываете по визору эту грязь и никак это не убрать поэтому сильный дождь но даже не все в принципе если идет дождь вот это самая первая проблема что вы в принципе не можете двигаться по дорогам общего пользования при наличии там автомобилей именно по той причине что у вас будет просто окатывать грязью вы мало того что полностью уделаетесь но вы не сможете нормально смотреть через стекло шлема какое бы оно у вас крутое не было потому что тупо будете размазывать грязь переходим ко второй проблеме которая не на все скутер распространяется например на мой стекло к блок эдишн она не распространяется на на инбот она не распространяется и на вот этот вот скутер на котором я сейчас еду explorer зверь в чем заключается вот эта вторая проблема это для того чтобы двигаться в дождь вам нужен скутер который сразу же с нуля завода спроектирован так что он не боится воды с виду вы можете не понять для этого надо немножко в этом разбираться в чем тут вопрос есть такая штука как магазины предлагают гидроизоляцию для того чтобы типа ездить под дождем но на самом деле если вы покупаете себе хороший скутер который нормально рассчитан и качестве собран то он не нуждается абсолютно ни в какой гидроизоляции потому что у него все сделано так чтобы прямое попадание дождя брызг под любым углом не приходило не приводило к повреждению электроники не приводило к попаданию на контакт даже те кнопки на руле дисплей вот который на скутере на котором сейчас еду она все прорезиненная тоже как у электросамоката на инбот сегвей дисплей прорезиненный то есть можно спокойно ездить под дождем и вода в дисплей в электронику не попадет то есть второй момент при выборе техники стоит понимать что какие-то сразу можно ездить под дождем какая-то электронная техника все-таки надо делать какую-то гидро защиту брызгозащита может быть даже платы лаком покрывать но лучше конечно брызгозащиту и хорошая вентиляция узлов электроники вот только вот только после этого можно ехать дождь а если ничего не делать ничего не брызгозащищать тогда стоит ездить только по сухому так это был второй вопрос и сейчас плавно переходим к третьему который может быть будет не очевиден вот эта третья проблема движения в дождь дождливую погоду может быть он будет не очевиден этот вопрос эта проблема для зрителей москвы или санкт-петербурга или каких-то уфы может быть екатеринбурга хотя я думаю все таки там эта проблема есть и так заключается этот момент вот чем когда идет дождь накапливаются лужи и под лужами не видно состояние дорожного покрытия то есть если вы по этой дороге каждый день ездите вы не знаете вот под это лужей и сейчас яма или нет сейчас я у меня уже был такой случай на велосипеде заехал ямку в лужу точнее под которой оказалось огромная яма я с велосипеда улетел это было правда давно еще в детстве однако я на всю жизнь запомнил что если еду по под дождем по сырой дороге и если передо мной незнакомая большая лужа я обращаю внимание незнакомых то есть я не знаю как это лужи выглядит когда ее нет как эта дорога выглядит когда она сухая то лучше притормозить и приготовиться спружинить группироваться потому что солнышко то может скрутить поэтому третий момент третья проблема движения в дождь это непонятное дорожное покрытие она неизвестно какого качества скрывается под водой и самое страшное что там может быть это какая-нибудь ливневая широкая решетка или если мы говорим конкретно про наш город перим вот эта дорога я сейчас еду по велосипедной дорожке слева а справа находится дорога четырехполосная с края у нее всю жизнь были открытые вот сколько вот я по ней езжу вот столько лет на ней были с краев открытые решетки ливневой канализации то есть мало того что там такое расстояние между опоротьями решетки что велосипедное колесо спокойно туда входит таких еще и тырит потому что эти металлические или чугунные эти решетки в общем их постоянно тырят и под дождем когда идет реально сильный дождь непонятно вот есть там решетка или нет поэтому от греха подальше надо ехать и где-то каком-то более безопасном месте обязательно пишите мне в телеграм-канале и здесь под видео чего думаете вообще о движении в дождь вот эти три основных пункта я правильно вам рассказал вы со мной согласны или нет давайте еще раз подытожу то есть первое вас очень усложняет делает невозможным движения грязь от попутных и встречных автомобилей грузовиков второй момент у вас должен быть электроскутер либо сразу хорошо сделан спроектирован на заводе либо подготовлен гидроизоляции для возможности движения под дождем ну и третье то что когда двигаетесь дождь вы не видите состояние дороги ямы ливневой решетки под слоем воды вот а я сейчас конце этого видео еще покажу вам что собственно испачкалась на скутере то есть целый день он стоял у меня сох на балконе после этого поехал на нем сразу снова по делам и при этом не стал его абсолютно мы чтобы посмотреть где на нем попала грязь какие места попала ли вода на контроллеры сейчас в течение следующих нескольких минут я вам об этом расскажу тоже на скутере испачкалась после езды в такую грязь под дождем давайте по порядку самое главное что меня удивило вот эти вот он скутер я его не мыл я ехал в полной грязи то есть весь уделался многие шорты все вообще у меня было в грязи рюкзак тоже однако внимательно посмотрим на скутер передняя вилка в него как ни странно полностью чистая то есть я ее не протирал и все раз говорю она полностью чистая видела встречным потоком как бы эту всю грязь сдувает она остается чистый вот этот вот плавник спереди и сзади брызговик который я поставил сто процентов это было очень грамотное решение он точно работает потому что смотрите вот это место где стоят верхний нижний кофры она тоже остается чистая как бы это странно не звучало но в таком месте откуда куда летит куда должна лететь вся грязь грязи нету то есть туда может даже под низ заглянуть видите там нету то есть вот этот вот брызговик работает если вы собираетесь купить или уже купили себе такой скутер вы потратите 15 минут сделаете или из парка вырежьте или из линолеума кого-нибудь красивого вот эти штуки ничего сверлить не надо просто на два болта здесь даже дырки есть поставили и все работает то есть он реально защищает боковые часть кофров и с этой и с той стороны чистые верхняя соответственно то что сверху летела все равно тут немножко есть грязи самое главное здесь она не закидано сами моторы ободы уделались ну давайте посмотрим дальше больше всего грязи конечно же на заднем крыле и на заднем моторе потому что все что поднимается спереди здесь уже завихрение воздуха идут и вот это все начинают накидывать на вентилятор самая мощная грязь на заднем крыле прямо вот тут вот я пальцем сейчас попробовал вот прям песочек как будто из песочницы вот просто грязь 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 затем мотор тоже весь грязный это все в оригинале вот он как высох так вот он и есть грязь летит на батарею но обратите внимание она летит не спереди она летит сзади то есть принципе и переживать за нее не стоит потому что батарея все равно закрыто сиденье моего сейчас откроем и посмотрим что под ним то есть вот это все тоже грязная отсек электроники оба контроллера находится вот здесь прямо под сиденьем участка заглянем видите здесь тоже все грязно но видно что это было не прямое попадание воды туда а вот это вот взвесь грязи вот это вот то что за грузовиками летит вот это вот взвесь воды и песка и грязи всего то что на дороге то То есть это не прямое попадание воды туда, это вот этот туман из грязи. Поэтому оно равномерно здесь так все покрашено песочком. И сейчас откроем сидение, я вам покажу. Мне само интересно еще не открывался. Вот. Оп. Да, то есть так же равномерно покрашены те части, которые на открытом воздухе находятся. Вот это. Вот это. Она здесь тоже вот этим песочком немножко запорошила. И вот здесь вот находится электроника. То есть сама по себе электроника, она не имеет какого-то отдельного бокса, блока электроники. То есть оно все вот так вот на свежем воздухе расположено. Вот здесь вот. Но спереди оно закрыто батареей и кофрами. Сверху оно закрыто вот этим вот сидением полностью. То есть даже под прямым проливным дождем вода туда не будет лить. С боков она закрыта вот этими металлическими пластинами. Вот. То есть единственное место, откуда туда может попасть грязь и прямые брызги виды воды, это вот сзади. Вот. Если вы будете терхером мыть этот скутер, то оно туда может попасть. Но опять же тут все залито герметиком, все разъемы. Я даже это не разбираю еще, хотя мне очень интересно, что это за контроллер. Но я так поглядел, на них с виду ничего не написано, поэтому смысл разбирать, пока не вижу. Батарейка тоже вот вся запылилась, загрязнилась. Кстати, тут осталось одно деление. Сейчас вам покажу, сколько я проехал. Ну, видно, что вот оно все запорошилось грязью, так, естественным путем. Я, кстати, уже проехал 36 километров с одной зарядки. Да. Да, горит уже желтенькая батарейка, но она уже должна уже сесть, потому что я ничего не экономил. Вот. Такой вот результат поездки в дождь. Те, кто переживал, что после этого скутер надо будет отвозить в гарантию или там в ремонт. Не, ребята, все нормально. Мотор-колеса с сальниками. Я вам в этом рассказывал по-моему еще в самом начале. Ось полностью защищена. Подшипники с резиновыми сальниками слева и справа. И на заднем моторе тоже самое. Вот этот вот разъем, который силовой, через который идут контакты датчиков хола. Он здесь закручивается. Там внутри резинка, он герметичный. То есть сюда спокойно можно лить воду. Я, конечно, не рекомендую это делать, но конкретно вот моя ситуация. Под дождем показала, что все нормально. То есть сюда вода не попадала. Сразу резиновый цельный уходит сюда. Вот он идет. И идет в контроллер. Там больше нет никаких соединений. То есть технически в воде попасть больше некуда. С этой стороны. У меня вопросы возникли. Знаете, какого места? Вот тормозным машинкам. Потому что была такая ситуация, что когда вот я ехал, вот и слышите вот этот звук. Вместе с водой и взвесью грязи попадают песчинки вот в эти вот тормозные машинки. И между колодками и дисками начинают очень громко тарахтеть, кряхтеть. Задевать, короче, начинают. Такое ощущение складывается, что нарушается вот это вот расстояние между колодками и диском. Оно начинает шорт-шорт-шорт-шорт так делать. Однако стоит промыть вот это все дело или несколько раз протормозиться и этот эффект проходит. То есть я не знаю, у меня вот был скутер. Самый первый с такими вот колодочными тормозами, ой, с дисковыми тормозами получается. У него был точно такой же эффект. Если попадаешь в лужу, то пока они не высохнут, они начинают издавать вот такой вот неприятный звук. И ты думаешь, блин, надо остановиться, отрегулировать колодки. На самом деле это вот частички песка. Вода им не дает оттуда вылезти. И пока не высохнет, вот этот шоркающий звук, он остается. Так что пока не знаю, как с этим бороться. То есть пока были сырые диски и колодки, звук был. Как они высохли, все стало сухо, все хорошо. Вот такая вот получилась история. Совсем неожиданно, конечно. Еще полтора месяца еще езжу на этом скутере. И первый раз вот так мощно попал под дождь. Причем совершенно неожиданно. И самое интересное, что сначала я попал под дождь, он был легонький. И потом он закончился. Я снял вот это видео, кусочек, который был в самом начале ролика. И поехал дальше. И самый мощный дождь начался где-то через 10 минут после первого. И вот тут вот я промок прямо на 100%. Прямо вообще до ниточки у меня вот этот вот рюкзак, который... Который со мной, я из него все абсолютно достал. Из всех карманов и все было сорое. То есть вот настолько мощно. Ну если вы посмотрели видео целиком, то вы поняли, да, о чем я говорю. Все. Всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в мою телегу. Там всегда оперативная информация о моих скутерах, о скутерах моих подписчиков. Ну и в принципе технические вопросы мы там решаем. Коллективный разум, все дела. Вот. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok